Номад Ну давайте разберемся, кто такой Номад Номад Этот термин введен делезом Вообще, в переводе с греческого Номадос означает кочевник Но нас интересует, поскольку мы обсуждаем метафизику Гениану нас интересует не просто Номад, любой человек Любого вида, да? А нас интересует идейный Номад Кто такой идейный Номад? Это Номад, который кочует в области идей Он не прикреплен никакой идеологией Никакой религии Никакому философскому учению Или науке Никакой конкретной доктрини Или политическому учению Он по отношению к всему этому Находится в некой позиции рефлективной Он может находиться Изучать различные роды идеологии, религии, философии И он среди них находится В неком свободном состоянии парения Он как бы над ними парит Он находится в неком безвоздушном пространстве Если так можно выразить В пространстве идей В пространстве идей Для того, чтобы такое было возможно Конечно же Вот это вот Должно было состояться движение Освобождение человека Давайте посмотрим на то, что представляется Общее движение живой жизни Общая эволюция Насмотрим на то, что называют биогенезом Общее движение жизни развивается тем способом Потому что оно стремится освободиться от материи Освободиться от материи Достигнуть такого более универсального состояния Более свободного От материи Сначала жизнь зародилась в воде Потом она перебралась так же и на сушу На сушу Потом она покорила небо Ну Я просто привожу некоторые этапы Как бы метафорическом смысле Можно рассматривать биогенез И можно вообще развитие животного мира Рассматривать максимально удобным и подробным образом И везде проследить, что везде есть некое движение Универсализации Универсализации Которые, с другой стороны, конечно же Также имеют эту тенденцию к спецификации Которые связаны с тем, что после того, как достигнут Новый уровень универсализации В нем также возникает новый уровень специализации Но факт состоит в том, что Животные все больше и больше становятся независимыми От окружающей среды Что приспособление движется по тому пути Что не животное полностью Приспособляется к тому Той среде, в которой живет А что животное на самом деле создает Это движение биогенеза Ему наследует антропогенез Антропогенез И антропогенез является на самом деле Таким же движением освобождения человека Сначала человек был в диком состоянии И он был полностью зависим от всех стихий Которые его окружали От зверей диких От других людей и так далее И поэтому ему нужно было объединяться Но постепенно Он освобождается от гиперопеки общества То есть сначала общество его полностью опекало И человек был полностью принадлежал к некоему обществу А постепенно человек становится все более и более свободен От оков общества Но эти оковы, опять же, интересны С одной стороны, они являются оковами А с другой стороны, они позволяют человеку Отдельному индивиду выжить Но мы знаем, что антропогенез Это в самом общем представлении Но общество также проходит много состояний Там было рабовладельческое общество Где был имечество Где один человек был физический Принадлежал другому Потом феодальное общество И люди деплоративно были свободны Но были зависимы и прикреплены к земле Потом мы видим буржуазное общество И по мере развития цивилизации Все больше и больше возникает Вот это движение освобождения человека И вот если взять это движение Теперь я его описываю просто кратко Для того, чтобы пояснить саму мысль А мысль состоит в следующем Что общее движение жизни Общее движение биологических систем Состоит в том, что у нас стремится Все большим и большим освобождением И это можно назвать космогенезом Да, вот весь космогенез Космогенез Об этом очень много Рассуждает Терьяр Дешарден И наш космист Вернадский Да, вот они об этом говорят Что все больше и больше Как возникает освобождение от материи Гений от материи Ради духа Ради духа Ну это как бы вот Если называть философский термин То философия любой существа Состоит из материи и формы Да, материя Плюс форма Сущая То получается, что как бы все больше и больше Человек Ощущает в себе форму И как бы при ней Можно взять некое предельное состояние Да, когда форма будет полностью освобождена от материи Полностью освобождена От содержания И человек будет представлять собой чистую форму Форму Это как бы вот Чистая форма Это строгий деревень Вот намат Да, это есть некое предельное состояние Понятное дело, что оно недостижимо Предельное состояние И как всякое предельное состояние Оно недостижимо Но для того, чтобы нам понимать Рамки, в которых мы философствуем Нам понимать, о чем вообще мы речь ведем Нам нужно обязательно Как бы вот эти предельные состояния Собственно, ими занимается метафизика Метафизика занимается предельными Основаниями бытия человека Общества И общества, да Ну вот Как раз предельное состояние Тономада Предельное освобождение Да, вот как бы некая цель Всего этого движения Космогенеза состоит в том Чтобы вот человек приобрел Стал чистой формы Ну а что такое чистая форма? Давайте вернемся к нашему намаду идейному Чистая форма состоит в том Что она может Она может вписывать себя в любое содержание Что такое чистая форма? Вот чистая форма Это чистое действие Это чистое действие Чистое идейное действие Это вот то планирование Как я говорил В пространстве идей Теперь намад Как чистая форма Он не прикреплен В какой-то отдельной идеологии религии И как я говорил Он может в этих идеях Идеологии И учениях разбираться Он может переходить от одного к другому Может их сравнивать Он нигде не закреплен Он ничем не порабочен Он ничем не ангажирован Никакими неполитическими соображениями И все это возможно только благодаря тому Что конечно же он освобожден Прежде всего физически А каким он достигается Физическое освобождение Этого предоставляет наша современная техника Которая развивается по двум направлениям Во-первых Глобализация Глобализация сотовой связи Банкинг Интернет-банкинг Просто интернет И так далее Глобализация И минератизация И благодаря вот этим компонентам Ну наверное какие-то еще другие есть Да Просто сейчас я не буду на этом восстанавливаться Благодаря этому Намад становится действительно намадом То есть он действительно кочевик Он может передвигаться Он может освободить себя от семьи От общества От каких-то партий От народа Народа Вообще Все Чем человек привязывается К земле К материи От всего этого он может быть освобожден Это же не значит Что он все это бросает И опять же Рассказываю некую предельную форму Естественно Каждый конкретный человек Он до определенной степени Освобождается От пуд семьи От пуд общества От пуд как бы Связанных с его Национальностью Все что связано с его телом Именно он с помощью тела Он принадлежит этому миру От всего материального Благодаря тому что Номат может Из всего этого освободиться Он может теперь Жить в сфере Вот этих чистых идей И в этой сфере идей Создавать новые идеи Ну давайте как бы Вот этот Тот номат Которого я описал Давайте разберем Что Есть Что есть положительное Что есть отрицательное В этом номате Вот на прошлом семинаре Мне выдвигали возражение Такому человеку Возражение Ну прежде всего Первое возражение Это то что Такой человек Антисоциальный Или асоциальный Потому что Он никогда не анти Потому что Он как бы Всегда находится В состоянии Релятивизма Или плюрализма Идей И психолог Поэтому он рассматривает Все возможности Он живет в пространстве Идеи И каждая идея У него Какое-то отношение Все идеи У него равна ценно Он асоциал И эта асоциальность Как раз и проявляется Тем что он освобожден Освобожден от материи Действительно То что он Может быть Не продолжает То что он Может быть В каком-то отношении Останавливает Воспроизводство Человека Воспроизводство Социальной жизни Это является Неким возражением Мы о нем поговорим Позже Вторым Является то что Он является Некого рода Паразином Почему? Потому что Если он Открепился от материи Крепился от материи То кому-то Все таки Нужно заниматься Материальным Кто-то должен Теперь заниматься Производством Опять же Тех же самых Миниатюрных Некое устройство Для того Чтобы этот намат Мал чувствовать себя Свободным Кто-то должен Заниматься Добыванием пищи Сеять поля И прочее Вот два Возражения И два существенных Возражения Мы сейчас На них остановимся Надо просто Перед этим Сказать Несколько Потом Что Надо понимать Всегда Что всякая Вещь на земле Так устроена Справедливо И всегда Есть так Когда вы Рассматривали Некое Сущее Всегда есть Нечто Что нам Не нравится Что является Плохим Плохим И всегда Есть нечто Что является Хорошим То есть всякое сущее Оно всегда имеет И то и другое Если оно Существует Не бывает Ничего идеального И поэтому Как говорят так По пословице Что мои Недостатки Ясно Подложение Моих достоинств Такие же Из этих двух черт Существует Достоинство Дело в том Что если Намат является Освобожденным Освобожденным От всех пут Которые его скрепляют От пут Идеологии От пут Отдельных Доктрин Идей От пут Семейственности От пут Всякого рода Материали жизни Теперь я пишу Позитив И в том числе Позитив И в том числе Отвечу на возражение То первое Что означает Что он Является Свободным Свободным От всего этого От пут От всякого рода Пут материал И это позволяет Ему На самом деле Взглянуть на мир С иной стороны Взглянуть на мир Какими-то новыми глазами Новыми глазами Дело в том Что мы все С вами прекрасно понимаем Что мы сейчас Живем в таком мире Что все в целом Сказано Обо все в целом Написано Наука Искусство Философия Все области Давно исследованы О самых Немных особенностях Всего Давно все написано И собственно Сказать уже Как бы нечего И поэтому Посмотернизм Говорит о том Что Любой новый текст Есть не что иное Как просто Цитация Всех предыдущих текстов Ни за ним Ни чего не сказать Никакого нового слова И для того Чтобы вообще Теперь что-то новое Сказать Тоже буквально Спрыгнуть выше головы А что это значит Вот представим себе Что вот есть Некая плоскость Наших возможностей Да вот В этой плоскости Возможность Все давно исследовано Вот это вот Наша социальная Цивилизационная жизнь Которая мы существуем Она воспроизводится В наших школах Государственных учреждениях И прочее И здесь все исследовано Если мы находимся Внутри Этой плоскости Мы на самом деле Никак не можем Породить новую идею Потому что Все в целом сказано И все в целом сделано Мы можем только Находиться В пересечении Всевозможных идей И просто от одной идеи Переходить в другую Что такое намат Намат Это тот первооткрыватель Благодаря тому Что он стал свободным Который пытается Зайти за горизонт Этого Социального Этих идей И вот В этом состоит Его Ну Его Предназначение Если можно так сказать Конечно же Намат это делает Потому что Это ему интересно Но тем не менее Ничего нельзя На этой земле Сделать Только для себя Делая даже что-нибудь И даже для себя Мы делаем для всего Человеческого Потому что Каждый из нас Осуществляет Свой проект Но этот проект Является так же Проектом человека Вообще И поэтому Как писал Ницше Намат является Ну не о Наманах Писал Он писал О сверхчеловеке Потому что Сверхчеловек Человек Ницше Как идея Это была первая Идея Намана Ницше Так что такое Сверхчевек Сверхчевек Это тот Кто должен преодолеть Человека Человек Есть некий Мост Который Он идет Надо Двинуться дальше Надо преодолеть Это человек Вот что значит Его преодолеть Вот мы находимся В неких рамках Человеческих Эти рамки Цивилизационные И мы должны Пойти дальше Мы должны расширить эти рамки. А каким образом? Если мы постоянно находимся внутри, то мы уже ничего не можем сделать, потому что здесь внутри все в целом исследовано. И поэтому надо двинуться дальше. И в начале наших веков много людей пытались пойти дальше, пытались понять, что же там дальше. И вот это граничит с тем, что это во свое рода риск. Намада является таким образом неким разведчиком. По выражению Дейлеза намады являются шизоидами. Потому что пойти дальше, на самом деле, это значит пойти почти по ту сторону разумности. Потому что все, что можно было разумно исследовать, исследовано шизоидами. И вот как раз коллективы таких шизоидов шизоидов, да, вот такие коллективы являются некими активными началами, которые вот и созидают новые концепты, новые идеи. Но шизоид надо отличать от шизофреника. Шизофреник – это клинически развалившийся больной. Это тот шизоид, который развалился и стал в общем больным в клинике. А шизоид – это вот как бы некий тип, который вот пытается преодолеть самого себя, пытается преодолеть некие культурные вот эти рамки. Он хочет выйти куда-то, разведать новые горизонты, в этих новых горизонтов двигаться. Ницше говорил о том, что вот ну он писал свои впечатления, потому что один из первых был намазов, который вот достиг пределов вот этих социальных рамок и двинулся дальше. То есть у меня часто это движение связано с тем, что люди становятся сумасшедшими. Ну мы можем примеры перевести это вот Арто, который пытался исследовать эти глубины. Кавка, Бекет, Лоренц, Пиджеральд, очень много как бы людей искусства, людей философии перешли эти грани и двинулись так далеко, что фактически вынуждены были развалиться. Ничего не осталось. Так вот, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы туда двинуться, нужно освободиться от этих пул. Поэтому свобода это позитив. Дальше по поводу второй особенности, да, что намат, было сказано, что намат является паразитарным. Так ли это? Дело в том, что намат, как чистая активность, как чистая форма существует только в активности. Потому что если намат не является активным, если он не движется в своем пространстве безвоздушном, вот он и движется в безвоздушном пространстве идей. Пространство идей. Если он на нем не движется, то его просто нет. Тогда превратится в обыкновенного человека и ничего не отличается от всех других. Поэтому намат не может быть паразитом, потому что он существует только как активность. Потому что чистая форма, чистая форма, это и есть чистая активность. Но это как бы общая формула философии. Есть чистая активность. Именно поэтому так важен активизм, и в этом отношение деятельского киняна заслуживает всяческого рода уважения. И нам, и про гиняльные драты, за что? Вот будучи свободными, будучи активными, только намат может родить новую идею, потому что он идет по ту сторону социальных рамок, потому что он идет в те непроторенные, неисследования области, возможности идейных, которого еще человечество не достигло. Он как бы тот самый разведчик, он рискует собой. Намат является, может родить звезду. Родить звезду. Я так выражаюсь, но это поэчески, имея в виду как бы родить новую идею. Никакие люди, которые принадлежат вот этому социальному целому, которые живут в социальных рамках, никакие новые идеи они уже никогда не родят. Почему? Ну потому что все в целом сделано, все в целом сказано, там нечего, там уже исследовать, в общем. И мы это наблюдаем в современном состоянии культуры. И, собственно, космодорист просто фиксирует это состояние. Оно говорит о том, что невозможно новый текст написать. Всякие тексты и эстетация всех предыдущих текстов. Ну и последнее, есть еще одно возражение, оно связано с тем, что я в прошлом не отметил. Оно состоит в том, что если все станут намадами, да, если все станут намадами, если все намады, то общество погибнет, да, и вообще человечество вырится. Общество погибнет. Человечество вырится. Почему? Ну потому что если все будут заниматься, двигаться в мире идеи, то кто будет заниматься материальной жизнью в обществе? Ну на самом деле, не все не могут стать намадами. Почему? Ну потому что намады, это... Жизнь намады, она на самом деле не привлекательна. Ну конечно, не иметь семьи, это вести фактически маргинальные... Ну кто такие намады? Это фактически маргиналы, да? Которые ведут асоциальный образ жизни. У них нет ни семьи, ни жены. Они ведут непостоянную, может быть, так же. У них жизнь их не постоянно связана со многими, со разного рода пертурбациями, возможно, да? Потому что их как бы уже нет. Ведь они как бы вот... Есть такой темен у делюз, который связан с намадой. Детерритаризация. Детерритаризация. Ну а слово территория. Вот если я вот говорил про территорию, да? Я говорил когда про культуру и говорил про то, что вот у него есть какие-то культурные рамки. У любой цивилизации, у любого общества есть вот эти культурные рамки. Вот то, что разведано, да? То, как бы, то, что представляет собой норму, да? В данном цивилизационном целом. Так вот, как раз намад пытается выйти за эту территорию, да? Вот он где-то там находится, вот сюда. Намад. Вот у него такое движение. И вот это движение, как я говорил, оно характеризуется шизоид, маргинал, ненормальный. Да, вот как бы вот. А социальный тип. Вряд ли кто-то захочет на самом деле вести такую жизнь. Поэтому не станут люди, не будут туда становиться намадами. Намады это своего рода святые нашего времени, да? Времени постмодернизма. Потому что вот если в традиционном обществе что делали святые? Они восходили к Богу, то есть с личным усилием, личным усилием. То есть они совершали подвиг, жертвовали собой. Это некое было само пожертвование, да? В молитве к Богу вот они восходили и осуществляли это ради всего человечества. То есть в некотором отношении намады жертвуют собой, да? Для того, чтобы создать новые идеи, разведывать новые территории. Территории смысла. Новые территории. Смысл. Такие территории разведывали лучше, такие территории разведывают современные философы. Делёс, Гвадали, Дирига, Бадрия, Фуко. Они исследуют некие вещи, которые были скрыты из сознания, да? Которые как бы... На которые раньше разум не обращал внимания. И исследование их помогает нам многие вещи понять. Так вот, как раз именно поэтому никто не захочет быть монадом. Продолжение следует...